Дуги Valencia V2, он же Y100. Стоимость 114 долларов, давайте разбираться, стоит он этого или нет. Начнем с внешнего вида. 5-дюймовый дисплей у нас находится, немножко он закругленный по краям, об этом я расскажу немножко позже, хорошо это или плохо. На левой грани у нас ничего нет, снизу только микрофон, с правой стороны разблокировка качейка регулировки громкости, сверху microUSB разъем и разъем под наушники 3,5 мм. На задней панели у нас камера 13 меопикселей со вспышкой и логотипчик Дуги снизу, плюс под логотипом сразу находится большая решетка под динамичек. Спереди также находится динамик, камера 5 меопикселей и снизу кнопки управления сенсорные, без подсветки. Вот, давайте теперь по телефончику. Что мне в нем нравится? Мне в нем нравится довольно-таки неплохой экран, на максимальной яркости очень хорошо читается как в помещении, так и на улице при ярком освещении. Ничего не тормозит, то есть работает шустренько, все отлично. В меню то же самое, как видите, без всяких тормозов. Углы обзора неплохие, IPS матрица у нас стоит, разрешение 1280 на 720, то есть HD. Углы обзора хорошие, очень хорошие. Вот, что не понравилось? Не понравилось вот этот вот закругленный экранчик, которым, кстати, этот производитель очень гордится в этой модели телефона. Я не знаю, что в нем удобного, потому что, например, когда я беру иногда перелистываю, я цепляю просто пальцем за этот экранчик. Он не такой уж закругленный, ну, здесь плюс еще транспортировочная пленочка, но тем не менее, он цепляется. Второе, что было замечено, которое мне тоже не особо нравится, здесь нет вообще зацепки, чтобы открывать корпус. Вот, то есть, для того, чтобы его открыть, нужно ковырять, где попало, потом... Ну, в общем, вот как-то так, понимаете, да? То есть, не очень удобно, нужно с этим вот повозиться. Так, внутри мы видим, у нас батарея на 2200 мАч, это я показывал в распаковке, поэтому не буду вынимать, дабы не выключать телефончик. Слот под карту памяти расширяется до 32 гигабайт. Одна обычная сим-карта, одна микросим. Поддерживается 4G LTE. Дальше, что касается сборки. Собран, в принципе, неплохо, ничего не хрустит, ничего не шатается, но замечание есть у меня к самому исполнению задней крышечки. Она не шершавая, она очень гладкая, и она постоянно выскальзывает из рук. У меня уже было несколько таких моментов, что я его чуть бы не уронил. Он очень скользкий. И хоть в комплекте нам дается бампер вот такой вот пластиковый, я думаю, он особо не спасет эту ситуацию. К тому же, здесь везде пластик. Если на этот пластик напялить еще пластиковый бампер, то вы понимаете, что это все будет царапаться, и будут, по крайней мере, затираться вот эти углы, и теряться внешний вид самого смартфона. Вот, ну, если взять какой-нибудь силиконовый бампер, либо флип-чехол, то, в принципе, я думаю, будет нормально. Так, давайте теперь пробежимся по нашим характеристикам. Вывожу на главный экран, и будем смотреть, что он у нас может. Так, ну, как видите, производитель DOOI, модель Valencia 2, он же Y100, Android 5.1 32-битная версия, модель процессора MNTK6735. Процессор, скажем так, немножко устаревший, работает он на... Ну, этого сейчас я дальше расскажу, ладно. Графический процессор Mali-T720, разрешение HD 1280 на 720, камера фронтальная 13 мегапикселей, внутренней памяти 16 гигабайт, как было написано, но, как обычно, у нас стоит 12, из которых доступны, опять же, 8 и 8 гигабайта, ну, учитывая то, что я накидал туда всякое хламо, поэтому доступно будет где-то 11 с чем-то. Модель процессора, как я уже сказал, 67-35, 64-битный, 4-ядерный, но работает он на частоте максимум до 1 гигагерца, то есть до 1000 мегагерца, это очень-очень слабенький показатель, поэтому я даже не буду тестировать игрушки, могу сразу сказать, что асфальт здесь идет с довольно-таки существенными тормозами. Так, побежали дальше. Разрешение сказал, плотность пикселей 320 dpi, не то чтобы много, не мало, скажем так. Так, мультитач, мультитач я покажу сейчас, камеры 13 и 8, ну, естественно, максимум фронтальные 8, передние 5, кстати, передняя камера довольно-таки неплохая, работает неплохо. Ну, датчики комментировать даже не буду, что вы тут хотели ожидать, вот вам все датчики. Nenomark 2 у нас показывает 50,7 FPS, что, в принципе, неплохой показатель. Графический адаптер, как я уже говорил, Mali-T720, OpenGL ES 3.1 версия. Так, теперь, теперь, что касается мультитач, сделаю немножко яркости меньше, потому что я вижу через камеру засвечивает. Мультитач, мультитач, GPS, кстати, установил, проверял, но где-то у меня сбросились результаты, я не сделал скрин, работает нормально, никаких проблем не возникло. Мультитач, 5 касаний максимум, показываю. Так, 5, ну, как видите, вот, максимально 5 касаний. Для 5-дюймового смартфона, я не знаю, зачем больше, 5 касаний вполне будет достаточно. Так, друзья, для того, чтобы продемонстрировать вам качество экрана, потому что именно на нем я обращаю внимание, это единственное, ну, не единственное, но основное, что мне в этом телефоне понравилось, это довольно-таки неплохое качество экрана. Я закинул парочку фотографий, точнее, 3 штучки, очень высокое разрешение, там что-то 4000 на 2000, по-моему, так. Вот, чтобы показать вам, как отображаются сами картинки на экране. Ну, возможно, через камеру оно, конечно, будет не то, но на самом деле, я вот смотрю, картиночка очень яркая, очень насыщенная, красивая, зеленая, оно есть зеленое небо, голубое, идет, причем, с передачей цветов, то есть, да, здесь синий, плавно переходит голубой, то есть, никаких смытостей, ничего такого нет, качество картинки хорошее. Вот, ну, опять же, я вижу через камеру, что сейчас оно идет, какая-то вся картинка зеленый с желтым сливается, на самом деле, оно все идет разграничено, то есть, желтый-желтый, зеленый идет отдельно, как зеленый, то есть, картинка очень красивая. Вот, насыщенная картинка, опять же, вот эта, и мне все нравится, очень высокое качество. Это та, что у меня на обоих сейчас стоит, тоже красивая, цветопередача идет отличная. Вот, поэтому к самому экранчику у меня претензий никаких нет. Единственное, что у меня здесь, из-за этих вот, заукругленных краев, скажем так, да, теряется место от края смартфона до самого экрана. И вот эти вот вставочки, они, если бы они могли быть меньше, как минимум, я вот сейчас покажу, да, вот, если приблизить, они могли бы быть здесь вот так дать сюда экранчик, да, из-за того, что он закругленный, теряется просто место для самого экрана. То есть, экранчик становится меньше. Вот, ну, это, не знаю, это я, может быть, уже слишком придирались, но, с другой стороны, телефончик, то, на самом деле, он не такой уж и дешевый, это 115 почти долларов. 115 долларов у меня уже были телефоны, которые, скажем, мне, если не больше нравились, ну, хотя бы на таком же уровне. И стоили они не 115, они стоили в районе 100 долларов. Камера, ну, вы понимаете, да, не 13 меопикселей, просто вы получили картиночку, которую растянули с интерполяцией, и будет вам ваши 13 меопикселей. На самом деле, камера, ну, скажем так, среднячок. Даже моя на Lenovo 8 меопиксельная камера, по-моему, снимает лучше. Ну, давайте, наверное, буду заканчивать. Не знаю, что больше про него рассказывать. Обычный такой смартфончик. Единственное, что, подведя итог, опять же, скажу про его плюсы и его минусы. Плюс это его экран, который мне очень понравился. Плюс то, что оболочечка работает хорошо, все переведено хорошо, все работает стабильно, ничего не зависает, все отлично синхронизируется. Ну, это, в принципе, не то, чтобы плюс самому телефону, оно так должно работать. Вот. Android 5.1, вот, это, опять же, к плюсам. Что не нравится? Не нравится, как я уже сказал, очень, во-первых, вот эта крышечка, которая изогнутая, она постоянно вылетает из рук. Сам телефон постоянно пытается выпрыгнуть у вас из рук. Не нравятся мне вот эти вот закругленные края, которым производитель очень гордится. Ну, вот, не знаю почему-то. Вот не нравится, и все мне. Вот я вот так провожу пальцем, я его просто цепляю. Мне это не нравится. Не нравится мне камера, по крайней мере, фронтальная, потому что передняя камера еще более-менее, скажем, на пятерочку, на 5 меопикселей она потянет. Фронтальная камера мне не очень нравится. Она вовсе меопикселей, ну, максимум, максимум, может, 8, не то, средненького качества. Вот. И что мне еще не нравится? А, да, самый главный минус, который я забыл вам рассказать. Ребята, что хотел сказать по звуку? Звук, что мне здесь, это самый-самый главный минус этого телефона. Если в наушниках звук еще ничего, такой нормальный можно слушать, среднячок скажем. На динамике, во-первых, динамик начинает хрипеть, во-вторых, вот эта решетка, она здесь абсолютно бесполезная. Когда вы включаете звук, у вас такое впечатление, что это не телефон, а полностью весь сплошной динамик, потому что закрывая вот эту решетку, он играет со всех сторон, он играет сверху, он играет сбоку, он играет прямо отсюда, звук идет. То есть, у меня и бывают на моем телефоне моменты, когда, да, я там что-то сижу, смотрю, и кто-то ко мне либо обращается, либо что-то, я не звук выключаю, а просто прикрываю динамик, и это глушит звук самого телефона. Здесь такого нет. Я вам попытаюсь сейчас продемонстрировать, потому что это реально, ну, ну, просто капец. Смотрите. Громче сделаю. Во-первых, уже слышите, да, он хрипит. Теперь смотрите. Абсолютно. Вот, смотрите. Вот, вот такая вот штука. Это я отношу к самому главному минусу этого телефона. И, опять же, подводя итог, на мой взгляд, 115 долларов завышена цена для этого телефона. 100 долларов – это потолок. Я понимаю, что компания Дуги, она, в принципе, делает бюджетные телефоны, и тут она попыталась что-то напихать в этот телефон, якобы камеру поставить, которые, ну, ну, не очень, скажем прямо. Что, процессор 4-х ядерный устаревший на 1 ГГц. Ну, в общем, как-то так. Поэтому мой вердикт, он не стоит тех денег, которые за него просят. Я стараюсь говорить правду, поэтому я на своем канале пытаюсь рассуждать объективно. Если мне что-то нравится, я говорю, мне нравится. Если мне не нравится, я говорю, мне не нравится. Этот телефон, мне, в принципе, не то, чтобы он не нравится, но цена его завышена. Его цена, как я уже сказал, 100 долларов. Вот так вот, ребята, все. Теперь смотрим картиночки, кусочек видео, чтобы вы сами смогли оценить качество камеры, о которой я вам говорил. Ну, и, конечно же, подписываемся на канал, ставим лайки. И всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok